итак мы на нашем корабле отправились покорять мусорные кучи которые нам доверили и давайте поболтаем с экипажем наверное если получится сначала надо сесть да конечно же так уже интерфейс забыла что вам сэр поскольку мы теперь будем работать вместе по моему не мешало бы нам лучше познакомиться вряд ли это стоит делать сэр ну ну что-то уксуса напилась что такая кислая вы негодяй сэр вы разбили мне жизнь не понял вы мужчина правильно вроде бы но где вы раньше служили раньше я служила на флегме сэр но сам уверенный самец смысле капитан не мог смириться существованием более утонченной особой чем он он был совсем как мой четвертый муж вы должны извинить флоу сэр у нее небольшие проблемы взаимоотношениях с вышестоящими мужчинами когда вы с ней познакомитесь увидите что она не такая уж заткнись рачок обаятельная женщина какое счастливое стечение обстоятельств оставила капитанское кресло вакантным прежний капитан нечаянно вылетел из шлюза без скафандра какой ужас как скажете сэр да флоу очень расстроена этим фактом так ничего особенного расскажите что-нибудь о себе друль моя личная жизнь вас не касается сэр я просто стараюсь создать дружескую обстановку может быть нам придется долго работать вместе но вряд ли наш персонал просто мечта каждого руководителя сколько времени ты служишь на эврике подчиненный слишком долго после этого полета я отсюда убираюсь а в чем дело подчиненный видите ли сэр моя работа в старконе не очень удалось я надеялся что хоть не проведу последние годы на мусорной шаланде может быть я как-нибудь смогу тебе помочь ой сомневаюсь ладно капитан давайте я займусь своим делом если позволите чем я могу помочь тебе в твоей работе не грузить меня сэр те кто же состоят рабочих отношениях в общем не могут не признать что в этих словах было правда иногда лучшей рабочей атмосферы это когда просто все делаются работу и не лезут никому в душу так что мы можем сделать работать это что окей-докей так твоей попытки так 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 давайте по очереди начнем вызываю сэр корабль голиаф кто использует эту частоту а чёрт так я и знал это ты вилка что 7 звездное скопление тебя побери ты здесь делаешь ну я того я связь проверяю вот идиот это же приоритетный канал вытряхивайся с этой частоты и затыкайся у нас тут с мисс вангмейстер важное дело и нечего нас загружать по радио понял связь окончена до связи не говорю передача прервана прекрасно вызываю старкон вылет разрешен капитан прекрасно поступил приказ собрать мусору планет пью гампа рации цумус и в общем какую-то еще планету нам нужно посетить так что тут можно сделать давайте ляжем на курс какие координаты сэр а здесь начинается самое интересное как оказалось координаты эти лежат в текстовом файлике а в оригинале они были в небольшой книжечке к этой игре поэтому сейчас я буду искать эти координаты и вводить их 6334 координаты установлены и готовы к уходу в подпространство 6334 наш приказ собрать мусор у гампар цумала у к чего сумеса гампар цумеса пью и большой садовый кошмар я перейду в подпространство как только вылечу с базы почему мы все еще не вылетели давай вылетай что мы что мы мы будем мы мы это что мы Субтитры сделал DimaTorzok Слодная металлическая женщина, видимо, из прошлой серии, которую я не играла и не видела. Так, что у нас тут? Ага, сейчас. Это сборщик, я так, по-моему, помню. СМММ. ССС. СМ. ССМ. Кошмар. Что со мной? Ну, наверное, защиту включать пока не будем. Скорость света. Мы уже на световой скорости, капитан. Ну, все, тогда ждем. Приближаемся к месту назначения, капитан. Есть, сэр. Переходим в нормальную скорость, иначе проскочим. Э-э-э, погодь, погодь. Засекаю мусорный бакен, сэр. На орбиту? Нет? Тогда подожди, запустить... ССМ. Есть, сэр. Есть, сэр. Капитан, по моим данным, в мусорном отделении есть что-то живое. Клиффи. Капитан, сходили бы вы сюда, здесь мусорники что-то скребется и подвывает. Ну, обратно его в космос нельзя отправить. Зачем мы сейчас пойдем и найдем себе новых приключений на одну точку? А ведь так и будет. Игра как-то подтормаживает прям знатно. Пойдемте смотреть, что мы там из мусора можем извлечь. Шеф, там точно что-то есть. Наверное, опасно. Идите первым. Ужасные звуки какие-то издают. Это лифт, доставляющий в шлюпочный отсек. Ой, какой ужасный звук. Ну, давай, давай, Вилка. Ты так медленно идешь, аж прям можно уснуть. Это технический отдел Эврики, владение Клиффи. Здесь ему уютнее, чем программисту за своей тачкой. Да ну, Клиффи сам это уберет, ему не будет обидно. Мы сейчас опять помойку, да, раскроем. Как мы это обычно... А ну, перестань себя трогать. Так, подожди. Где эта желатина воет? Ага. О, боже. Ой. А я говорила. Что, мы вырубили что-то? Наверное, не стоило вытягивать эту пробку. О, нет. А я не сохранилась, между прочим. Да вы издеваетесь, да? О, нет. О, нет. Нет, я не хочу начинать сначала. Что-то мне это напоминает. Я даже знаю, что... Когда мы падали с балкона... Малахи, ректор и так далее. М-м-м, да. Ну, ладно. Очень жаль. И вот мы снова воскресли и пытаемся найти эту зверюгу, которая тут орет. Игра прямо-таки заставляет сохраняться, потому что... Это старая игра. Вообще хорошо, что она дает возможность сохраняться, в отличие от некоторых совсем старых игр, которые... Боже, какой-то бред сегодня, я не знаю. Это, наверное, какой-то предновогодний синдром. Когда хочется просто посидеть, поиграть, и вместо этого какой-то бред вырывается из уставшего мозга. Где же ты все-таки сидишь-то? Я понять не могу. Где? Где ты, тварюшка? Что, опять туда лезть? Я уже боюсь туда лезть, потому что сейчас у нас что-нибудь опять... Может быть, надо что-то сначала отключить, прежде чем лезть туда, и... Ээээ... Не, не, не... Тут какая-то схема, мы вообще еще ничего не видели, и вообще... Нет, еще мусор не собрали. Угу. Это тебе ничем не поможет. А что мне поможет? Ну, куда идти-то? Сюда, может быть. Ага. Ух ты. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Ну, нам, наверное, нужно... Разобраться с той тварью. С той же латиной. Поэтому тут-то никто не орет, поэтому, братцы, вернутся. Давай. Что значит, ей ничем не поможет? Нам в космос надо, вы хотите сказать? Это был любимый скафандр Клиффи, и пока на нем прошло его выход, то в космос не пропоролся зад. Угу. Серьезно? Серьезно? А что тут нужно делать? Это дверь наружу в открытый космос. Это не старые игры. Это не так тебе. Раз там подсветилось, все нашел, сделал, пошел дальше. Нет, тут надо все исследовать, мучиться. Ну, этот робот не разговаривает случайно. Эврика оборудована автоматизированной шлюпкой для аварийных починок и спасательных операций. Так, а что же нужно делать-то? Это тебе ничем не поможет. Так. Шлюз красный, дверь лифта оранжевая, шлюпка желтая, интерком зеленая. Наверное, эта информация нужна под запись. Ой. Угу. Так, подождите. Может быть, интерком сначала нужно-то сделать? Нет? Аварийное управление внутри шлюза. Клиффи выковырял отсюда динамик и микрофон, установил в сортире устройство для автоматического смывания с голосовым включением. Однако, когда экипаж утомился всякий раз, пользуясь туалетом, кричать бомбы, сбросить, Клиффи снял оттуда это устройство и переделал его к телепортеру. К телепортеру. К телепортеру. То есть, мы не это, не можем ничего, да, сделать? Так, ну, шлюз, если мы сейчас откроем, вот дверь лифта нам, наверное, надо. Да подожди ты, я же никуда не нажимала. Куда ты там нажимаешь? О, боже. Я так и знала. Ну, надо было это сделать. Ладно. Неплохо, неплохо, прямо как живой. Куда же бессмерти-то? Иди. Подожди, а мы... Мы доплыли? А, да, доплыли. Куда надо? Да понятно, понятно. Идите первым. Понять бы еще, куда идти-то. Может быть, сюда? Да. 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 Давай сюда, может быть. Двери же. Ага. Ой, господа. Что-то тут как-то прям... Так, это что у нас тут за бутыль? Это хаби-туб-контейнер для хранения биологических образцов. Так, у нас пока положить туда нечего. Вот это тоже проход или нет? Только эта кнопка. Опять сейчас в космос вылетим. Ой. Это что такое за чудо природы? Криокамера сейчас свободна. Угу. Эта комната служит как и транспортерный отсек телепортера, и как научная. Лаборатория нет нужды говорить, что совмещение таких разных функций привело к очень интересным последствиям для некоторых членов экипажа в прошлых путешествиях. Угу. Открывание криокамеры не явилось бы корректной акцией в данной ситуации. Что еще тут есть? Сколько же здесь много деталей, хотя это такая старая игра, но... непонятно пока. Я пока не пойму все-таки, где эта тварь сидит. По-другому я и назвать не могу, потому что звук, который она сдает, просто вообще зубодробительный. Вот это тоже не кнопка случайно какая-нибудь. Что вот это такое? Нет? Как взять себе-то? Тебе не нужен этот инструмент. Пылесос. Похоже, во всяком случае, но тебе не нужен. Ну как же, вот это вообще нужная вещь. Не знаю, что. Кислота. Точно не нужен? Не знаю, что это. Типа отвертка. Тоже не нужен. Как бы писали, что за предметы. Ой. Взяли. Ну хоть одно оружие-то у нас должно быть. правильно. Все, вроде бы. Чтобы не заводить клиффи, ты раскладываешь остальные инструменты по местам. Ну, выходи. Высоковольтная пробка. Таблетки против повышенной кислотности. Лазерный резак. Может сильно пригодиться, если ты опять запрешь ключи от машины внутри нее. Стандартный старконовский видеофон и дырокол. Так, резак и пробка. Давайте сохранюсь, потому что... Надо писать. Потому что, потому что... Да, чуть-чуть четыре. И теперь я уже точно буду искать, что здесь делать. Может быть, все-таки... Что-то здесь есть. Неужели все-таки там? Так, шлюз красный. Что-то здесь прям зеленый. Вот, наверное, черный, скорее всего, где что-то не то. А как нам вызвать сумочку? Давай попробуем вот это поменять. Нет нужды делать это? Нужели, да? Вообще-то мысль интересная. Ну, ты хоть что-нибудь скажи мне. Хм... Пробка для высокого напряжения. Это что? Это пробка от системы удаления мух с лобового стекла. Система жизнеобеспечения. Ега, вега. На диаграмме возле этой пробки видна маловодушевляющая фраза, приключения ЕГА, ВГА. Ну, ребята, это то, кто очень старый, как я поймет. Диаграмма... Сеть телепортера. Энергия. И пробка от освещения. Так, так, так. Может быть, мух попробовать вытащить? Так. Освещение смысл дергать нет, да? Энергию вряд ли. Может быть, все-таки... Эм... Вот эту пробку попробовать поменять. Ну, давай, вытаскивай ее. Подумав, что лишняя пробка тебе не помешает, ты заныкиваешь ее в карман. Ой, где же эта тварь угорет, а? Так, пробку мы зачем-то поменяли, не знаю, зачем. Ну, так надо было. О, прекрасно. А-а-а... Кто это? Ути-мути-пути, ах ты мой маленький, я тебя оставлю себе. Теперь тебя зовут, Спайк. Эй, ты куда, малыш? Так, это инженер-технари. Вот это вот все, видимо, ему, да, предстоит убирать. Что там он такой? Клиффи слишком поглощен тем, что он сейчас удовлетворяет, чтобы говорить с тобой. Мы здесь ничего не можем в этом мусоре подобрать. Да ну, Клиффи сам все это уберет, ему не будет обидно. Ой, вилка. Вот этот чужой, он, конечно, совсем не милый, абсолютно. Я так понимаю, раз он кислотный, его как раз сюда и нужно посадить. но как это сделать? И Крио-камера прямо-таки напоминает фильм всем знакомый. Так, что у нас есть, чтобы тут этого прекрасного друга привлечь? Так, давайте попробуем выйти и зайти. Потому что капсула здесь, ну, вдруг это его привлечет, хотя я, конечно, сомневаюсь, но... Ай, надо было контейнер открыть. Ага, вот он здесь полозит. Этот ужас здесь ползает. Спайк, малыш, ау! Да, давай, иди сюда, иди к папочке. Не? А просто кнопочку здесь нажать, чтобы открыть. И как? давай откроем. Нет здесь никаких кнопок, вот чтобы открыть дверь и... и... пригласить нашего малыша. Ну, иди сюда, мой маленький малицехватик. не, не понимаю, че такое-то? Ну, че такое-то? Придется здесь немножко погулять. Ой! так тебе надо, вилка. Ты смотри, это ж дырка в игре. Шеф, ё-моё, имейте свое бешеное животное, оно в конец уже озверело. Я видел вашу тварюгу в лаборатории всего минуту назад. Угу. Ну, мы ее поймаем, конечно, точнее, она нас поймает. Угу. 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 Ну, конечно, при всей моей любви к чужим представлять такое в реальности мне совсем не хочется. Так, я даже знаю, что с тобой делать, кислотный ты, мой дружок. Сюда тебя. Так, а еще у нас есть таблетки. У кого гастрит, а так у него повышенная кислотность. Мы его успокоим. Может, зря, конечно, бедняга. Наверное, съел что-то неподходящее. Эти таблетки должны уменьшить его кислотность. Ну, и Роджер, добрый ты парень. Глупый и добрый. Да, глупый дурак опаснее даже злодея бывает. Вернее, глупый добряк опаснее злодея. Так, кто-нибудь что-нибудь нам скажет хорошего? Так, наверное, можем лететь дальше, потому что что нам здесь останавливает? до новых лет. Так, да, я не верю. Продолжение следует...